В октябре прошлого года компания «Аулетстрой», известная ранее как «Жилищный капитал», оказалась на грани банкротства. А сейчас застройщик и вовсе находится в бегах. Дольщики гусарской баллады обеспокоены, кто будет достраивать их дома и насколько надежным будет новая компания. Даже при наличии финансовых средств, при наличии застройщиков, к сожалению, мы годами не можем зайти на объекты, возобновить строительство. И мы поставили вопрос перед федеральным настроем о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях возможности внесудебного изъятия проблемных объектов. Сейчас три корпуса жилого комплекса 14, 21 и 23 сданы в эксплуатацию. А это значит, что совсем скоро обманутые дольщики переедут в квартиры, которые они так долго ждали. Итоги подвести можем только по 14, 21 и 23 корпусу. В ближайшее время будет осуществлен пуск электроэнергии, включение к электроэнергии по постоянной схеме. Будут проведены пусконаладочные работы лифтового оборудования. И, соответственно, граждане смогут начать ремонты после оформления права собственности. Пришедших на встречу беспокоил и другой вопрос. Когда продолжатся работы в корпусах 24 и 25? Ведь их строительство было приостановлено. Герман Елянюшкин подчеркнул, что договоренность с Московским кредитным банком уже достигнута. А новый застройщик выйдет на объекты в январе следующего года. В Московской областной научно-исследовательской лаборатории проведено исследование незавершенных корпусов. Ничего серьезного нет. Есть ограниченная несущая способность перекрытий. Это легко устраняется. И сейчас основное препятствие возобновления работы – это юридические процедуры. Дольщикам 24 и 25 корпусов объяснили, передача документов новому застройщику процедуры не из простых. Сперва арбитражный управляющий должен составить реестр требований кредиторов и провести финансовую оценку достраиваемых зданий. После чего Минстрой Российской Федерации обязан вынести заключение о возможности передачи имущества и обязательств новому застройщику. Учитывая эти требования, два корпуса планируют достроить за полтора года. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин